Теперь я перехожу к немножко другой тоже. Действительно, на моем пути встречалось очень много разных данных. И сейчас я работаю в Swiss Data Science Центре. И цель этого центра — это делать швейцарские компании более data-driven. И в частности, мы помогаем фирме Niche, это швейцарская парфюмерная компания. И вот сейчас я расскажу, что мы делаем в парфюмерии, как мы принимаем машинное обучение. Сначала давайте разберемся, как мы нюхаем. Нюхаем мы, это довольно сложный на самом деле процесс. И очень важно, что он через нос и через рот. Очень забавно говорить про эту тему, когда половина у нас не чувствует запаха. Но важно то, что нос представляет собой трубу, где мы вдыхаем воздух с частицами, с паром. И вот эти частицы улавливаются вот этими клеточками, которые называются olfactory cells. И они посылают уже сигналы в мозг. И мы уже начинаем, да, мозг обрабатывает сигнал и как бы начинает что-то чувствовать. Вот, допустим, вот тут видно вот эти, да, трубы. Они довольно, в принципе, у человека довольно длинные. То есть, и это важно, чтобы почувствовать запах. Должна быть площадь, да, такая большая. Но все-таки для человека распознавание запахов не сильно влияет на выживание. Потому что, ну, в принципе, нам нужно отличить испорченную еду, да, не съесть ее. Или, допустим, если неприятно пахнет, там резко, то, наверное, уйти из этого места. В то время как для мышки это гораздо влажнее. Нужно чувствовать противника, нужно спасаться. Вот, и поэтому вот видно, что сильно более извилистый, да, путь. И вот более такая глубокая сеть вот этих распознающих клеточек. Вот. Потом нам нужно как-то, мы чувствуем запах, нам нужно его как-то описать. Вот, допустим, у нас такая молекула, она пахнет вот таким образом. И мы вот то, что выделено цветом, sweet, vanilla, creamy, chocolate, мы говорим, что это all-factive descriptors. То есть descriptors, которые, лейблы, которые мы присваиваем запаху. Как работает парфюмерная индустрия? Тоже довольно интересно. Вообще все парфюмы, которые, почти, почти все парфюмы, которые вы можете видеть на рынке, они созданы всего четырьмя компаниями. То есть это Живодан, Фирминиш, Самрайз и International Flavors and Fragrances. Наверное, вы ни одну из них, ну, ни про одну из них никогда не слышали, а духами пользуются очень многие люди, да. Действительно, эти компании разрабатывают формулу, продают их, вот, допустим, Estee Lauder, L'Oreal, Coty, Procter & Gamble. То есть продают формулу, а потом она уже выходит под брендом, ну, допустим, Chanel, Dior и так далее. Про работу парфюмера. Работа парфюмера, на самом деле, не сильно изменилась с последнего времени. То есть, на самом деле, в течение ста лет она практически вообще не менялась. То есть у парфюмера есть палитра, палитра ингредиентов, и он смешивает их и пытается сделать что-то вкусное. И я могу сказать, что парфюмер довольно скептически относится к машинному обучению. То есть наш отдел так постепенно, мягко говорит, что мы тут просто чтобы помочь, мы не чтобы отобрать у вас работу. Ну, я думаю, я очень уверена, что были, но восстановился нормально. И тоже, что интересно, что можно заметить, что, в принципе, то есть по формулам можно понять, что парфюмер, он уже знает какую-то готовую комбинацию, которая хорошо работает, и он часто с нее начинает, а потом продолжает что-то добавлять, чтобы получить что-то интересное. Вот. Ну, в общем-то, теперь давайте поговорим про проблемы индустрии. Мы делаем, фирмениш делает не только парфюмерию, но и ароматизаторы. И это такие две похожие, но все-таки разные, как бы дивижены у нас в компании. Ну, ароматизаторы — это то, что можно съесть. То есть это в йогурты, то, что, в общем, в печеньки кладется, а парфюмерия, понятно, то, что body hair, home care и парфюмерия непосредственно. Самая большая проблема — это запреты на использование ингредиентов. Постоянно выходят новые исследования, и какие-то ингредиенты, допустим, в Евросоюзе запрещают использовать. И часто бывает, что это какой-то очень популярный ингредиент, который используется в большом количестве формул, и теперь нужно переделывать формулу, потому что это большие контракты, и, в общем-то, это такая довольно большая проблема. Еще все осложняется тем, что парфюмы очень нелинейны. То есть, если два ингредиента независимо пахнут очень похоже, в комбинации они могут дать совсем другой финал, потому что что-то друг друга усиливает, что-то друг друга ослабевает, то есть непросто подбирать. Вторая проблема — это летучесть ингредиентов. Вы, наверное, слышали, что есть такая пирамида раскрывания аромата. Собственно, пирамида — это то, как быстро конкретный ингредиент уходит с кожи, и вот он раскрывается, как говорят. Но, собственно, все-таки мы хотим что-то задержать на коже, и если парфюм нестойкий, то он вряд ли будет популярным. Хотя тоже, опять же, есть люди, которые такое любят. И недоступность ингредиентов. Это когда, допустим, у нас ингредиенты из Юго-Восточной Азии, как правило, это натуральные масла, и если в стране что-то случилось, война или что-то такое, то ингредиент становится недоступен, а бывает, действительно, он очень уникальный. И тоже нужно что-то придумывать, как заменить. В частности, в ковидные времена пришлось заказывать чартнерный самолет, чтобы привезли ингредиенты, потому что все кончилось на складах. В ароматизаторах немножко другие проблемы. Во-первых, ароматизаторы сложнее в том плане, что больше требований по безопасности, но проще в том плане, что не нужно… Ну, в общем, они простые. В целом они простые, вряд ли кто-то ест сложный аромат. То есть это, как правило, просто повторить клубнику, повторить вишню. Есть фантазийные ароматы. Допустим, это bubble gum. То есть его не существует в природе, нет аналога в природе. То есть его кто-то придумал, и он стал такой жвачкой. Вот, значит, проблемы в индустрии ароматизаторов – это, допустим, обезжиренные продукты. Жир очень сильно раскрывает вкус, и если мы в обезжиренный йогурт кладем тот же клубничный ароматизатор, что и в жирный йогурт, то может быть такое, что он будет настолько слабый, что это уже не то, что мы ждем. Поэтому, собственно, так как сейчас обезжиренные продукты, последние 5-10 лет очень большой тренд на них, то, получается, все формулы тоже переделывают. И еще одна проблема – это прозрачность. То есть легко сделать матовый продукт, сложно делать прозрачный. И формула должна быть прозрачной, и база должна быть прозрачная. Формула не должна прорегировать с базой. И стабильность. Это тоже про реакцию. То есть всегда любая разработка формулы ведется на основе того, куда она в итоге будет, куда ее будут класть. И важно, чтобы она в этом продукте финальном не разложилась, не дала никаких каких-то побочных эффектов. Теперь про задачи машинного обучения. Первая и такая самая сложная, и в то же время начальная задача – это предсказание запахов. То есть, во-первых, мы предсказываем запахи как на уровне молекулы, так и на уровне уже финальной формулы. Зачем предсказывать на уровне молекулы? Чтобы возможно синтезировать новые молекулы, которые могут быть потенциально очень вкусными в плане запаха. И также предсказываем запахи, чтобы просто какие-то понять закономерности на самом деле внутри формул. И в целом я могу сказать, что мы почти все задачи, то есть мы, допустим, придумали новый метод, и такие, первое, что пробуют, давайте на этом методе попробуем предсказать, если предсказывать лучше, чем все, что мы делали раньше, так что так он будет хорошо работать и в каких-то других предсказаниях, не только предсказания запаха. Предсказание популярности аромата. Сложная тоже сложная задача, потому что люди очень разные. И то есть, наверное, если вы выбираете, допустим, в магазине себе парфюм, то большинство парфюмов вам не нравится, и нравится только очень какой-то маленький круг. Плюс это еще очень сильно зависит от психоэмоциональной окраски. То есть если у человека какие-то приятные воспоминания связаны с каким-то конкретным ароматом, то он ему, вот там, мама им пользовалась, или с чем-то похожим пользовалась, он такой подумает, вот такой триггер с прошлым, и он ему уже нравится. Вот, то есть, ну, а нам нужно предсказывать какого-то до среднего человека, то есть в целом будет нравиться. Плюс разные страны разные, тоже вот это все приходится учитывать. Также мы ищем замены для ингредиентов. Как я сказала, это сложная задача. И вот, в общем, разными способами ищем. Немножко расскажу позже, как конкретно. Оптимизация парфюмерных формул. Парфюмеры-творцы, поэтому они не очень заботятся о том, сколько конкретного ингредиента они кладут в формулу. А нам хотелось бы поменьше дорогих, класть побольше дешевых. И, опять же, у каждого ингредиента есть некая сатурация. То есть, в принципе, он больше эффекта уже не дает. Значит, его можно чуть-чуть сократить, и он даст тот же вклад, а формула будет, конечно, дешевле. Автомизация создания новых формул. Это вот у нас есть ганы, которые генерят действительно новые формулы. Над ними работают уже год. И вот недавно вышел первый парфюм. AI-generated парфюм. Что сложно в этой штуке, это то, что валидация человеческая. То есть нужно, чтобы парфюмерам понравилось, а мы знаем, что они скептики. И, в принципе, год дорабатывали нейронку, чтобы она начала генерить то, что начало нравиться парфюмерам более-менее. И reverse engineering. Тоже интересная сфера. Парфюмерная индустрия постоянно пытается понять, почему же людям нравится конкретный аромат. Поэтому если конкретный парфюм, он сделан не нашей компанией, и мы видим, что он очень популярен на рынке, покупается флакончик, и он reverse engineerится. То есть мы пытаемся, мы его в газ-хроматограф кладут, смотрят спектр, и пытаются по спектру подобрать конкретные ингредиенты. И, в общем-то, понять, что там, и он может быть вдохновением для других парфюмов новых. Приду к проблеме размерности. Тут тоже, в общем-то, можно, допустим, пусть у нас есть флора от Гуччи, и это вот веса, каждая картиночка — это ингредиент, ваниль, сандаловое дерево, мята. Это, на самом деле, не настоящие данные, понятно. Для примера, это вот то, сколько конкретный ингредиент в конечной формуле занимает объема, за чьей массы, все судится по массе. И проблема в том, что у нас, допустим, в ваниле может быть пять разных видов, то есть ингредиент, по сути, один и тот же, но он идет с разным айтишником, то есть и возникает проблема размерности, что это вот этот вектор, он в пространстве очень разряженном, и может быть так, что вот пять ванилей, и мы не знаем, что это действительно то ваниль и это ваниль, то есть нужно как-то с этим разбираться. И, соответственно, вот у нас есть парфюмерное пространство наше, у нас 7 тысяч ингредиентов и миллион формул, очень много формул, и оно очень разреженное, то есть в основном там нолики, и вот в каких-то конкретных местах стоят цифры, количество ингредиентов в конкретной формуле. И это пространство не очень информативно, потому что мы бы хотели иметь такое пространство, где вот у нас ингредиенты, где вся ваниль будет вместе. И это пространство, даже если, допустим, там не только ваниль, а какие-то более сложные химические компоненты, нам хотелось бы, чтобы более-менее похожие были вместе в этом пространстве, и тогда мы бы могли более-менее легко искать замены. То есть мы говорим, а, найдем ближайшего соседа и посмотрим, может быть, он подходит. Для этого вот мы создаем это латентное пространство, в котором вот ингредиенты близкие будут близко, далекие – далеко. Делаем это разными способами. К сожалению, я не могу раскрывать много подробностей, но делаем автоэнкодерами, делаем разными алгоритмами, делаем, ну, даже word-to-vek, на самом деле тоже, потому что формула – это, конечно, не предложение, но если взять бесконечное окно, то тоже может быть что-то, то есть каждый ингредиент – это сосед формули. То есть, в общем, пытаемся разными формулами, и довольно неплохо получается. Вот, и после… Такой… Это будет немножко загадка. Вот. В целом, в парфюмерной индустрии срок жизни и аромата 20 лет примерно. Потом просто люди перестают его покупать, он немножко как-то морально устаревает, и его снимают с производства. Но есть один контрпример. Это Chanel No.5. В следующем году аромату исполнится 100 лет. И он до сих пор один из бестселлеров на рынке. И в чем его секрет? Секрет в том, что когда мы делаем слепые тесты, он не выигрывает никогда. То есть он никому не нравится на слепых тестах, но когда ты приезжаешь в Париж, приходишь в бутик, и такой, ой, господи, Chanel No.5. То есть когда ты знаешь, что это на Chanel No.5, он тебе нравится, а когда ты не знаешь, что это на Chanel No.5, он не очень нравится. Ну и плюс, конечно, его часто покупают на подарок. То есть не особо думая, как он пахнет. На этом все. Вот тут у меня приведены какие-то интересные источники. Вот, допустим, fragrandica.com — это сайт, где люди пишут отзывы про парфюм. Мы тоже покупаем у них данные и пытаемся анализировать. Вот. Первая ссылка — это топ лекция от MIT, как они применяют машинное обучение в распознавании запахов. Они тоже над этим работают. Вот. И потом мои контакты. Вот. И сейчас буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое. Раз, раз, да. Лена, спасибо. Очень интересно. Очень интересно. Спасибо. Я как человек, который тоже очень интересуется трейдингом, у меня, конечно, много вопросов, но чтобы много времени отнимать, я вот… Что ты вложила в термин физический смысл стратегии? Очень хороший вопрос. В общем, в нашем понятии стратегия это было какой-то, ну, считай, кусок кода, да, или какое-то математическое выражение, да, можно так сказать. То есть, что у нас там… Ага, происходит этот момент, покупай, ну, грубо говоря, это такое, да, математическое выражение, но нужно было, чтобы мы хорошо могли объяснить, что мы делаем. То есть, грубо говоря, чтобы ты словами мог описать, что происходит, почему ты продаешь здесь и покупаешь тут. То есть, допустим… С точки зрения технического или фундаментального анализа, или все вместе? Все вместе. То есть, ну, технический анализ это больше прайс-волюем, да, данные, фундаментальный это больше данные по, допустим, из… Как это… Из… Экономика. Экономика, ну, в целом рынок, состояние рынок и из отчетов компаний, фундаментальный анализ. Ну, то есть, ты должен, как бы… Ну, допустим, можно… У нас такое часто было, что мы нечаянно написали работающую стратегию, и мы не могли объяснить, почему она работает. И такую стратегию мы не загружали, потому что мы не могли объяснить конкретно, что происходит, что за эффект, почему она работает. Ну, то есть, грубо говоря, там, не знаю, вы берете состояние экономики США и говорите, что, я не знаю, там, СНП растет, значит, там, составляющие индексы растут, грубо говоря. Да, да, да. Это вы можете объяснить. Да. То есть, я не знаю, вы там взяли, там, не знаю, возврат к составляющей, средний, там, какого-нибудь осциллятор, наобум, оно сработало, и вы не можете, вы это не берете? Да, 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 да. То есть, допустим, если ты взял какое-нибудь там, не знаю, стандартное отклонение, вычел из него среднее, потом там, допустим, не знаю, взял какую-то новость, типа, если момент выхода новостей, вырос объем новостей, мы покупаем. И такой, ну, не можешь четко объяснить, то такие вот стратегии мы не загружали. То есть, мы видели, что они работают, и они часто не коррелировали с тем, что у нас было, но было рискованно. Последний вопрос. Возврат к среднему. Именно скользящая средняя имеется в виду, или какое-то более общее понятие? Да, 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 конечно. То есть, ну, у тебя есть история, да, допустим, среднее, ну, окно месяц, окно полгода, окно год, да, 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 скользящая. Не буду больше, потом подойду к тебе. Елена, очень огромное спасибо за презентацию, очень интересная у вас история и доклады, и такие материалы, ну, просто, прям, это лучшее, наверное, что я посещала в последнее время. Ну, и в последнее время, вообще, вот, если 19-й год взять, да, еще. У меня вопросов много, но я задам такой, как вот тогда вы пошли учиться на экономический. Почему вообще, вот, у меня история, что я, наоборот, у меня есть дегри по экономике, я работала, и вот хочу сейчас в Data Science, и вот туда. Почему вы вдруг пошли на экономику, имея инфотичное образование, вот в чего? Ну, смотрите, это было все-таки Quantity Economics and Finance, то есть, у нас была эконометрика, TR-VR в программе, ну, то есть, финансовая эконометрика, было много такого, ну, как бы, какого-то математического. Ну, и, честно говоря, я, наверное, не очень-то знала, ну, то есть, мое представление было, что после факультета управления программной математикой ты либо идешь в экономику, либо в программисты, и я думала, что программисты с меня не получился, и нужно идти в экономику, ну, наверное, так, то есть, вот. Ну, и вот в итоге моими любимыми предметами, вот, конкретно в том году была эконометрика и TR-VR, и, честно говоря, я, ну, мне в этом в каком-то плане это была какая-то удача, что меня не взяли, вот, и, ну, наверное, ну, точно мне вот второй год гораздо больше, чем первый понравился, допустим, обучение. Супер. Теперь, когда вы на трейдинге, вот в этом конкурсе участвовали, вы в это время работали? Да. Вообще, это реально? Ну, повезло, в общем, в принципе, мы, да, ну, во-первых, нас было трое, то есть все-таки это как бы мы не все, там, что трейдинге написал я, то есть мы писали вместе. Да, я работала, и самый как бы жаркий период пришелся на август, а август во Франции это очень мертвый месяц, вот, и поэтому было как бы, ну, как-то, в общем, особых каких-то горящих проектов нет, и, ну, в общем, можно, ну, то есть, ну, действительно, ты, то есть, я ничего кроме конкурса и работы ничего не делала вообще. Мне кажется, я только разговаривала тоже только об этом, со мной, наверное, невозможно было так общаться. Вот. Ну, то есть это занимает время, да, да, занимает. Ну, это все равно крутой результат, это просто суперский. А вот девушки ваши в партнерске, они тоже все русскоязычные? Да, да, это, собственно, все девочки, это с ФУПМА, с факультета, с физтеха и с ФУПМА, то есть мы подружки по вот еще по общаге. Представляли вы страну, Швейцарию? Мы представляли Францию, Францию, тогда мы все были во Франции, да, мы представляли Францию. Интересно очень. А когда вы изучали вот эти вот для трейдинга, вы что-нибудь видели? Ну, там, например, падает акция, может быть, это помните, может, уже нет. Вот падает акция, если Илон Маск там покурил в эфире. Чем быстрее эта инфа появится, тем тот первый там начинает скупать, да, потому что акции падают или знает об этом. Используется там для какая-то технология по распознаванию лиц, что вот он там в эфире, это же еще нигде не написано, просто вот эфире, на видео он курит. Это все вот где-то… то очень используется хорошо и полезно, это то, что парсят Twitter и по твитам считают общее настроение, то есть что люди думают об этой компании, да, допустим. И, ну, Twitter очень хороший источник для каких-то роботов. Хаотично. Ну, смотри, вот конкретно наш конкурс, как ты знаешь, мы не могли торговать часто, то есть мы даже редко должны были торговать, то есть там, ну, идеально где-то раз в месяц, то есть не чаще, да, да, очень редко, то есть в конкретно нашем случае это прям было, вот, но если вот там говорить о high frequency trading, то это, как правило, кто-то быстро спарсил там Twitter, ну, и в целом, ну, допустим, тоже есть такая штука, что русский рынок, он более медленно реагирует, чем, допустим, рынок Америки, то есть, возможно, русскому можно что-то поинтереснее даже сделать вот в этом плане, потому что мало сделано еще. Интервал 5 лет, торговлю 1-2 раза в месяц, результат, который ты показала. Да, да, да. Ну, смотри, вот, допустим, price volume данные, да, так как они чаще меняются, там мы и чаще торговали, то есть, но значит, что стратегия должна быть более прибыльна, сильно более прибыльна, тогда ты ее можешь себе позволить. А, допустим, на фундаментальных данных, которые меняются раз в квартал, соответственно, ты торгуешь, ну, раз в квартал, то есть ты перебалансировал такое и ждешь, перебалансировал, ждешь, то там ты можешь как бы позволить себе меньше доход, потому что ты очень мало потратишь на транзакции. На новостях особо так не поторгуешь с такими интервалами. Да, да, на новостях они тоже каждый день, поэтому нужно было там, ну, общий положительный эффект, там, по всей индустрии, допустим, то есть ты скажешь, ну, в новости в этой индустрии хорошие прям везде, надо брать, потому что будет расти, ну, допустим, что-то такое, вот, какое-то усреднение по более крупным. очень интересный доклад, спасибо большое. Мне вот интересно про парфюмерную область, вот, как происходит превращение бизнеса, парфюмерного бизнеса, того, что там какая-то химия происходит, в данные, в то, что формализовано, в то, что вот, как бы, как... Очень хороший вопрос. Вот компания, в которой я работаю, 125 лет, то есть очень-очень старая, вот, и, собственно, я как понимаю, что, ну, допустим, в начале 2000-х, да, к ним пришли, ну, они начали переходить в numerical, то есть, ну, есть база данных, то есть сейчас, на самом деле, у нас очень хорошо все с данными, но они, как бы, чистить приходится, чистить приходится, но вот миллион формул у нас, даже, ну, миллион формул уже есть в базе данных, и они постоянно растут, то есть, типа, каждый день новые формулы добавляются в базу, вот, но, собственно, есть, тоже вот я как сказала, допустим, есть, у каждого ингредиента есть свой айдшник, у каждой формулы есть свой айдшник, и у каждого четыре разных айдшника в разных базах данных, То есть это непросто. В частности, потому что есть, допустим, sales people, у которых одни ID-шники, одни KPI. Но я, пожалуй, скажу, что года два или три ушло на то, чтобы базу данных привести в более-менее хороший вид. Сколько занимает время для того, чтобы научиться математику, физтеху, тому, что происходит в этой индустрии? Ну, на самом деле, я год назад начала работать, пришлось вспомнить химию. Но опять же, у нас есть много химиков, и то, что тебе нужно знать в какой-то конкретном процессе, они тебе объяснят. Вот это, допустим, вот, ну, не знаю, в парфюмерии важно даже, не знаю, вот, опять же, как прорегирует база с формулой. Вот, там стараются делать ингредиенты более инертными, чтобы они не реагировали, а просто вот давали совместный запах. Вот, но, ну, это классно, собственно, это мне очень нравится, потому что каждый раз, приходя в новые данные, тебе нужно учить новую штуку. И, ну, я ничего не знала о парфюмерии вот год назад, вообще ничего. И, как бы, сейчас уже как будто бы идешь там профессиональным взглядом, там, вот, это наша формула. Вот, но это интересно, да, вот, то есть это мне очень нравится. Слушай, еще один вопрос про маркетинговую составляющую. Я знаю, есть, ну, я слушаю интервью одной девушке, которая сделала компанию, называется Sandbird. Она как раз продает эти маленькие флакончики по подписке и представляет маркетинговые данные, там, типа, вот, такая-то парфюмерная композиция будет продаваться вот так. Как у вас происходит предсказание, там, спроса на… Да, в общем, мы тоже делаем клиентские тесты и, допустим, делать клиентские тесты очень дорого. То есть эти тесты могут позволить себе только вот крупные компании, как Procter & Gamble, вот. А то есть если там говорить о маленьком рынке, среднем, допустим, рынке, то там уже, ну, компании покупают, что есть, вот. И мы делаем тесты, мы пытаемся понять, допустим, как правило, в тесте есть бенчмарк и есть другие формулы, которые мы сравниваем с бенчмарком. И вот, допустим, DAV, вот мыло DAV, наверное, все знают, это наша формула, она считается очень коммерчески успешной. И теперь каждый новый отдушка для мыла, она должна быть не хуже на клиентских тестах, чем DAV, потому что DAV теперь стал бенчмарком, допустим. Вот, то есть и, собственно, потом вот эти мы берем, эти клиентские тесты. В чем сложность в том, что ты всегда сравниваешь с чем-то, то есть ты под влиянием соседей как бы в тесте, кто с чем был сравнен. И, в общем, это тоже такая у них там целая методология. Но вот мы, собственно, по этим данным пытаемся строить модели, которые будут более-менее либо парно строить рейтинг, что вкуснее, либо какой-то там абстрактный рейтинг, в общем, разное, да, пробуем. Насколько сильно отличается предпочтение аудитории там в зависимости от разных стран? Отличается. Допустим, Америка любую формулу чувствует более сладкой, чем, допустим, Европа. Вот, Китай чувствует формулу более натуральной, чем, допустим, тоже Европа. И отличается, и мы это учитываем, поэтому это нужно использовать как фичу. Да, да. Ну, на самом деле это интересно, да. Мы не смотрели, как у нас все изменится, но может быть, да. Спасибо, очень крутой доклад, очень интересный вопрос такой про… Почему, вот ты говоришь, вы разрабатываете там новую формулу, например, вот задачи, да, на машинном обучении, и дальше ее оценивают парфюмеры. Почему парфюмеры? Почему не люди? Почему не аудитория? Хороший вопрос. Ну, во-первых, потому что у нас есть доступ, да, к парфюмерам, то есть, вот, и, в смысле, просто, допустим, мы сравнивали… Очень тоже классный вопрос. Мы сравнивали, что думают парфюмеры об этой формуле, и что думают люди, и это разные результаты, то есть, мы… То есть, что парфюмеры их тренировали, допустим, если это человек, он часто путает фруктовую нотку и цитрусовую нотку, ну, потому что это действительно, в принципе, не очень-то далеко. А парфюмер, он как бы четко их отличает, да, вот. И, в принципе, ну, грубо говоря, тут мы, наверное, полагаемся на экспертизу парфюмера, что он знает, что будет продаваться. То есть, это тоже правда, что можно, допустим, всю компанию сказать, давайте понюхайте. То есть, если мы… И как-то… Ну, на самом деле, мы тоже думали об этом, потому что нужно больше выборку иметь, как бы, из людей, вот. А клиентские тесты дорогие. Вот. Но, да, в целом, наверное, как бы полагаемся на экспертизу больше. И тоже это хороший вопрос, почему мы на нее полагаемся. Да, и второй вопрос как раз вот следует из первого. Это вот успешность, коммерческая аромата, она же, наверное, зависит действительно, вот как в Шанель номер пять, да, не только от того, как пахнет, а как это продают, как маркетинговая компания. Можно ли это учесть тоже в разработке, там, не знаю, нового аромата, какой-то промоушен? Ну, потому что в итоге аромат, как бы, мне кажется, можно сделать ужасный аромат, но распиарить его так, что он будет понравиться людям, и люди будут им пользоваться и создать вообще новую какую-то парадигму там запахов, например. Вот как это можно автоматизировать? Хороший вопрос. Я думаю, что это, наверное, немножко не наша сфера, то есть, допустим, обычно как происходит? Допустим, Dior приходит к нам и говорит, вот мне нужно следующим летом выпустить там формулу аромат, который будет там ассоциироваться с летящей девушкой, вот, и они приходят не только к нам, но, допустим, к нашим конкурентам тоже, и такое соревнование происходит, и если выигрывается контракт, то это классно, потому что это очень много денег, вот, и, то есть, есть какие-то, да, ограничения по цене, соответственно, если они говорят, вот у нас такое-то ограничение, мы можем посадить как одного парфюмера там, так и трех, и они будут между собой соревноваться, и я думаю, что ведь все-таки маркетинговая штука, это то, что уже делает компания, то есть, мы работаем и с Avon, и с Dior, и со всеми, и, как бы, то есть, одни и те же, грубо говоря, парфюмеры делают и для Avon, и для, как бы, люксовых брендов, и даже для селективной парфюмерии, вот, но, понятно, да, формула будет дешевле, и, как бы, собственно, цена, конечно, тоже, я могу сказать, что парфюмеры — это очень маржинальный продукт, то есть, как бы, вот, но, да, вот, честно говоря, успешно, ну, коммерческую успешность мы больше оцениваем именно по клиентским тестам, не по тому, не по продажам, не по сейлсу, вот. И последний вопрос, я вообще не химик, и химию тяжело вообще помню, но я знаю, что есть такая область предсказания новых вообще материалов, да, вот Аганов, например, занимается в России этой темой, вообще тех, которые не существуют, они берут и предсказывают вообще, по сути, создают новую химию. Вы, получается, делаете из, как бы, уже существующих там ингредиентов какой-то там, типа, запах, да, то есть вы как конструктор берете там набор кубиков и из них пытаетесь там что-то такое сгенерить, а можно ли, вот, не знаю, предсказывать новые ингредиенты? Да, да, и это делается, и у нас делается, то есть у нас есть ряд запатентованных ингредиентов, которые были синтезированы компанией, и это самое классное, потому что, ну, у тебя патент на эти ингредиенты, их никто другой не может использовать, и всегда хорошо новые генерить, но очень сложно, когда, допустим, мы пытаемся предсказать аромат по химической, по графу, да, то есть, ну, как химическая, химическая форма, это граф, то очень, это пока что очень сложно делать, мы это пробуем делать, потому что там буквально одно новое соединение, типа, там, один новый мост, допустим, не знаю, углерод с водородом, и совершенно уже по-другому пахнет, то есть реально сложно это предсказывать, то есть пока что не сильно предсказуемо, чем вот, на уровне ингредиентов проще, конечно, вот, но это делается, да. Продолжение следует...